Привет, друзья! Это IT News, новости из мира высоких технологий. С вами Диас Аркинов. Поехали! Смарт ТВ, Амазон и Самсунг планируется запустить уже на следующей неделе. Собеседник издания сообщил, что интерфейс сервиса будет выглядеть идентично телевизионному приложению YouTube. Илон Маск также призвал создателей контента перенести его на X. Блогер Мистер Бист, известный YouTube-блогер с 243 миллионами подписчиков, решил протестировать возможности соцсети, загрузив туда полнометражное видео. Оно принесло доход более чем 250 тысяч долларов. Однако блогер назвал это своего рода фасадом, поскольку считает, что рекламодатели извлекли выгоду из его компании, покупая рекламу в этом видео. Компания Apple планирует до конца 2024 года разрешить пользователям из Евросоюза удалять предустановленный браузер Safari, а к осенью 2025 года представить более удобный механизм переноса пользовательских данных с iPhone на смартфоны других производителей. Apple в соответствии с требованиями закона о цифровых рынках DMA рассматривает изменения, которые будут внесены в iOS. Одно из них связано с улучшением процесса обмена пользовательскими данными между iOS и другими операционными системами. Ожидается, что такое решение появится к осени 2025 года. Пока не ясно, как именно оно будет работать. Сейчас у Apple есть приложение Move to iOS, которое помогает пользователям переносить свои данные с Android смартфона на iPhone. Тем временем, Google недавно обновила способ, которым пользователи могут передавать свои данные с iPhone на Android с помощью приложения Switch to Android. Однако это приложение сильно ограничено системой iOS, которая не позволяет экспортировать такие данные, как текстовые сообщения, историю чата без подключения к кабелю, и даже с подключением по кабелю нельзя передать данные eSIM, пароли, файлы и закладки Safari. В OpenAI завершили расследование HR-инцидента, который чуть не привел к распаду компании, ответственной за разработку чат-GPT. В начале марта 2024 года Сэм Альтман полностью восстановлен в Совете директоров OpenAI после увольнения в Google Meet 17 ноября и возвращения обратно 22 ноября 2023 года. В ходе расследования, которое длилось более трех месяцев, независимые эксперты не выявили нарушений в поведении Альтмана. А вот предыдущее правление компании, наоборот, превысило свои полномочия, решило уволить генедиректора в сокращенные сроки и без предварительного уведомления ключевых заинтересованных сторон. Компания не раскрыла подробности расследования, основанного на десятках интервью сотрудниками и изучении более 30 тысяч документов, переписки по электронной почте и так далее. Эксперты пояснили, что попытка увольнения Альтмана не была связана с безопасностью решений компании. На пресс-конференции после обнародования результатов расследования Альтман заявил, что он извлек урок из того, как он справился с отсутствием доверия к одному из бывших членов Совета директоров компании. Он не назвал имя члена Совета директоров, но Альтман ранее действительно поссорился с Хелен Тонер, экспертом по этике искусственного интеллекта, которая входила в Совет директоров, а также голосовала за его увольнение. В OpenAI также сообщили, что политика компании в отношении конфликтов интересов будет усилена. В частности, будут созданы горячая линия для анонимных сообщений от сотрудников и подрядчиков, комитет по миссии и стратегии ориентированный на реализацию и предвижение основной миссии компании и другие дополнительные комитеты Совета директоров. Субтитры создавал DimaTorzok